шалом уважаемые дамы и господа изгнание это страшный приговор когда ты должен оставить насиженное место место которому ты привык и тебе комфортно и хорошо современном мире изгнание это значит расторжение трудового договора когда человек вынужден покинуть свое рабочее место он может быть уже не в том возрасте когда ему что-то светит и со всех сторон его утешают говорят ой бедный несчастный вот он уходит не знаю что делать на примере моисея который много лет прожил во дворце фараона он был приемным сыном его дочки дочки фараона тут вдруг его изгоняют и он получает еще лучше он обретает семью он становится лидером еврейского народа он становится лучшим и высочайшим пророком бога написано что такого пророка который говорил лицом к лицу с богом нет человек который зашел в историю иногда изгнание может привести человека к депрессии карл густав юнг сказал свое время когда внутренняя проблема не осознается то она проявляется как неизбежность человек должен осознать на примерах лучше всего примеры из торы когда евреи попадают из одного изгнания в другой они строят храм потом храм разрушен потом попадают во второй храм строят его все казалось бы хорошо и выходят опять него и до сегодняшнего дня они рассеяны по всему миру они безгнание так и называется галут и любовь искиреба объясняет что они вышли в галут для еще лучшего и высшего состояния они собирают искры святости со всего мира они распространяют имя всевышнего по всему миру веру в бога среди всех народов одним словом если перевести это на наш современный язык расторжение трудового договора это открытие новых путей реализации тебя я помню десять лет тому назад я вынужден был оставить место которое давало мне не только заработок давала мне великое наслаждение радость я служил и работал для всевышнего и вот когда я стоял перед фактом все одна наша знакомая сказала алекс шли худ здесь закончился то есть что такое шли худ послание предназначение и она начнется в другом месте царь давид двадцать третьем псалме называет наши пути кругами он говорит бима а глотеха то есть на всех путях твоих на всех кругах твоих наша жизнь это круги они должны быть завершенные человек должен понять что когда круг замкнулся откроется другой круг и есть надежда он должен осознать внутри что это к лучшему и тогда он сможет реализовать это не попадет в депрессию и он должен знать на любом этапе его жизни есть или открывается вот такой вот круг нужно просто в него зайти его открыть а кто выхасет ирдефуник колью мэй хаяй чтобы добро и добродетель преследовала меня всю мою жизнь чтобы всевышний давал нам возможность увидеть и открывать эти круги шалом шалом